Полтора месяца назад мы уже рассказывали, что же такое центры рекрутинга волонтёров. И вот сейчас лучшие из лучших. После нескольких этапов отбора проходят финальные тренинги. Что же это такое, мы и решили узнать. Вместо банальной зубрёжки всевозможных правил, общения и практика, на первый взгляд, может показаться, что вы в летнем лагере. А это традиционное подведение итогов очередного дня. В каком-то смысле так и есть. Именно в беседе будущие волонтёры учатся общаться, причём на разных языках, и решать конфликтные ситуации. 90% работы волонтёра это идёт коммуникация. Умение правильно слушать, правильно воспринимать информацию, делать определённые выводы, складывать определённые логические цепочки. Это поможет, например, в стрессовых ситуациях. В общей сложности за 12,5 часов обучения каждый волонтёр познакомится с историей универсиад и студенческого спорта. Узнает, о чём можно и нужно говорить с гостями, а о чём лучше лишний раз помолчать. Есть темы, которые нельзя употреблять во время спорта. Ну а главное, будущему помощнику помогут научиться быстро принимать решения и работать в команде. Во время тренинга каждому будущему волонтёру выдаётся вот такой вот специальный хендбук. Это, по сути, интерактивный учебник, в котором записи делают сами же студенты. Также, помимо всего прочего, здесь можно найти всю необходимую информацию о будущей универсиаде, начиная от календаря и заканчивая флагами всех стран-участниц будущих игр. Правда, говорят, тренеры, таких вот хендбуков на всех не хватит, так что многое приходится всё равно записывать по старинке. Мне здесь нравится общение, больше движения, чем в обычных тренингах. Обычно мы просто сидим и выслушаем лекции, а здесь как-то активно участвуем, общаемся друг с другом. Скорее всего, я хочу ещё изучать английский. Очень сильно, они меня очень сильно толкают на эти тренинги. На такие занятия с удовольствием приходят и те, кто не планирует работать волонтёром. Ведь знания, которые получат на этих тренингах, пригодятся не только во время универсиады. Понятно, что всё, что ребята не знают, это неизвестно. И вначале как-то с опаской все шли. Но как только попробовали, мало того, что они наших тренеров задерживают, потому что хотят больше вопросов задать, мало того, что они в ВКонтакте пишут с вопросами, когда у нас второй модуль обучения. Да, кроме того, ещё те, кто случайно не попали мне на тренинг, как-то там, смс не дошла, номер сменили, приходят в центр и спрашивают, ну почему вы нас не зовёте? Такие тренинги будут длиться вплоть до июля. Финальной же точкой станет работа уже с делегациями со всех концов планеты, которые завершат подготовку к универсиаде именно в Казани.